Добрый вечер в студии первого Денуруснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Забастовка завершилась, начались переговоры. Новые расценки на проезд могут вступить в силу на следующей неделе. Закон о создании комиссии для оценки неподкупности кандидатов в члены ВСМ и ВСП вызвал скандал в парламенте. Нацбюро статистики опубликовало данные о росте цен. По сравнению с началом прошлого года ряд продуктов подорожал до 60%. Поездки в междугороднем и внутрирайонном транспорте могут подорожать уже на следующей неделе. Спустя три дня национальной забастовки перевозчики и представители власти сели за стол переговоров и, пусть не до конца, но почти договорились. Окончательное решение объявят 15 февраля, пообещал министр инфраструктуры Андрей Спыну. Трёхдневная забастовка транспортников завершилась. Утром все национальные и местные рейсы возобновились, а в правительстве прошли последние консультации по повышению тарифа на 20 банов. Столько запросили перевозчики, чтобы не разориться. Новые расценки могут вступить в силу уже на следующей неделе. Чтобы не перекладывать всё на плечи пассажиров, перевозчики настаивают на том, что государство должно возмещать им акциз на топливо. Глава Мининфраструктуры говорит, что решение отмечается. Тарифах примут в понедельник, а обнародуют во вторник. Он уверен, у перевозчиков не было причин протестовать. Нынешний тариф, 60 банов за километр, действует с 2019-го, когда предыдущие расценки увеличили на 22 бана. Транспортники запросили корректировки стоимости поездок из-за цепного подорожания, из-за которого им становилось невыгодно работать. Поскольку власти затягивали с решением, перевозчики провели несколько акций протеста, а с начала этой недели вышли на трёхдневную забастовку. Газ, топливо, стройматериалы, еда, одежда и обувь – всё дорожает небывалыми темпами. По данным Нацбюро статистики, средние потребительские цены только в январе подскочили на 16% по сравнению с началом прошлого года. И самое печальное, что в феврале эта усреднённая цифра будет выше. Больше всего на 21% по данным Нацбюро статистики подорожали продукты питания. Например, в прошлом месяце овощи были на 59% дороже, чем год назад. Яйца поднялись в цене на 36%, масло на 28%, хлеб на 16%. Данные за январь, но с февраля Франзелуца подняла цены почти на треть, так что эти цифры сейчас выше. На 15% поднялись цены на мясо и фрукты, примерно настолько же на молоко и сахар. И если не так давно на рынках было мало покупателей из-за ковида, сейчас торговлю поразила другая инфекция – вирус высоких цен. С пенсией, которая выросла в среднем с 2000 сталиев до 2578, пожилые вынуждены обходиться жестким минимумом. Здоровым такое питание не назовешь. Цены ужасные, что сказать. Ничего не позволяю. Видите, уже 10 раз обошла вот так. Смотрю, где что дешевле. Суппит, это очень рано, когда они не сочетают суп, продукты, не сочетают, что они не сочетают. И мне еще не сочетают суп. Но пыль, кашуц, и я ка-моему, фрукты. Свекла есть, но раньше 6 лея, сейчас 11 лея свекла, люди, борщ, жена. Как чтоб молдавский борщ не кушать? Это мясо даже не спрашивала, потому что денег нету, скажу честно. Суппит мярли, одна, в первую очередь. Суппит картофель, 4 лея, 4 лея, 11 лея, 12 лея. Суппе, но если бы не дали пензия, как требуется, и динтри 1500 лея луам, не луам никак. Помимо продуктов, цены выросли практически на все. Так, в январе топливо, уголь и дрова подорожали на 32 с лишним процента по сравнению с январем 2021-го. Стройматериалы стали дороже на 26 процентов, а одежда и обувь – на 10. Цены на лекарства увеличились на 5 с лишним процентов. Головокружительный рост зафиксирован в сфере коммунальных услуг. Тариф на газ достиг исторического уровня, поднявшись на 131 процент по сравнению с началом прошлого года. Плата за содержание жилья увеличилась на четверть, а тарифы на отопление – на 20 процентов. Услуги общепита выросли на 12 процентов, а транспорта – на 8 с половиной. Национальная конфедерация профсоюзов выражает обеспокоенность в связи с социально-экономической ситуацией и ростом цен на продукты питания, топлива и энергоносители. В декларации, направленной в парламент и правительство, защитники трудящихся потребовали принять меры для поддержки населения. Профсоюзы считают, что отсутствие мер по субсидированию производителей, страдающих из-за роста цен на топливо и тарифов на энергоресурсы, привело к значительному росту цен на продукты и непродовольственные товары. Конфедерация профсоюзов считает, что увеличение пенсии и зарплат в бюджетном секторе не соответствует расходам, и покупательная способность населения падает. Меры по поддержке населения, особенно семей с детьми, пожилых и других уязвимых групп, в настоящее время недостаточны. Необходимы дополнительные меры по остановке роста цен, сказано в декларации. В связи с этим профсоюзы просят правительство досрочно индексировать пенсии и соцспособия с 1 марта и повысить зарплаты бюджетникам. В то же время исполнительная власть обязана следить за формированием цен на продукты питания и товары, снизить НДС на основные продукты питания, такие как хлеб, молочные продукты и мясо, а также субсидировать сельхозпроизводителям закупку топлива. Кроме того, в случае повышения тарифов на электроэнергию, профсоюзы считают необходимым разработать механизм поддержки всех потребителей. Иначе все это приведет к новой волне роста цен на товары и услуги, что отразится на людях и предприятиях. Ранее премьер Наталья Гаврилица сообщила, что правительство готовит программу поддержки предприятий пищевой отрасли, чтобы преодолеть энергокризис. При этом представители правящей партии заявили, что обсуждается возможность досрочной индексации пенсий с целью повышения покупательной способности населения. Протест в Кишиневском муниципальном совете. Фракция по СРМ раскритиковала то, как правительство справляется с энергокризисом и инфляцией. Советники-социалисты вышли с плакатами, на которых было написано «Нехорошие времена», «ПАС-синоним обнищание», «ПАС-дорогой газ». Представители ПДС, между тем, проигнорировали участников акции. Советник от социалистов Григорий Беженару выступил с речев, который обвинял правительство в том, что оно довело всю страну до ручки. Люди вынуждены экономить, чтобы позволить себе самое необходимое. То есть эти грехи уходят на умери 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 смыслов. Эти скумпири в лансы ставят огромную опрессию на умери 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 в капитале, но и в целом. Варсники не делают лансы для их скумпири и плакат с срочи. Другие есть претиза, на умери умери социалистами. Прези в программу сейчас предоставить. 1. Откредитивная опрессия. 2. Откредитивная опрессия. Провессория, меділя, медики, медики, методы, все из Wingма, отмечения, все изможности. 3. ОстSC следует... Присутствовавшие на заседании советники от фракции ПДС молча наблюдали за протестом их коллег. Несмотря на нападки в их сторону, желающих ответить и выйти на трибуну КМС не нашлось. Тем временем, премьер Наталья Гаврилица выразила сожаление по поводу того, что некоторые политические силы политизируют социальный кризис, который переживает наша страна. По мнению социалистов, повышение тарифа на газ нанесло ущерб столичному бюджету на 300 с лишним миллионов леев, которые можно было бы использовать для реализации ряда социальных проектов или для обустройства города. Роскошное вознаграждение. 90 тысяч леев получил в качестве представителя правительства в Наблюдательном совете Молдова-Газ советник президента Санду по экономике Вячеслав Негруца. Слухи о щедрых выплатах на фоне обнищания населения ходили давно, но сам Негруца подтвердил информацию лишь вчера и уточнил речь не о зарплате, а о поощрении за участие в заседаниях совета. По словам Негруца, он просил уменьшить сумму, но ему сказали, что такое решение может принять только общее собрание, не акционеров. Он также заявил, что отказался от компенсации на газ, предоставляемой правительством. Люди говорят, что, судя по результатам и в экономике, и в ситуации с газом, Вячеслав Негруца не достоин таких денег. Вячеслав Негруца Солар – маленький, пенсия – маленький. 90 миллионов долларов, я не согласен. Почему? Почему не делаю деньги, потому что деньги, которые я получаю. И после ситуации, которые сейчас в стране, я не делаю, чтобы получаю ее шляфу. Он считает, что его работа стоит столько, я считаю, что нет. Пожалели бы тех людей, которые им еще все-таки доверяют. Я уже никому не доверяю, честно говоря. Понимаете, такое ощущение, что чем хуже людям, тем лучше там наверху. Надо заниматься нормальными делами, чтобы людям жилось лучше. За счет чего они получают зарплату? За счет кого? За нас. Телеграм-канал «Индекс» пишет, что помимо вознаграждения в 90 тысяч леев, Негруца получает еще 14 тысяч в качестве советника Майсанду. Приглашение занять эту должность он получил еще в 2020-м. Если мы говорим о консилиях, я могу вам несколько названий. И один это господин Вячеслав Негруца, консилиер по экономии. Напомним, Вячеслав Негруца был осужден на три года тюрьмы с отсрочкой за нанесенный государству ущерб на рекордную сумму – 400 тысяч евро. В качестве министра финансов он подписал распоряжение перечислить эти деньги своему однопартийцу по ЛДПМ Пантелею Сандулаки. Впервые в истории человек с судимостью стал советником президента, но Майсанду ручалась за его честность. Власти пытаются довести до банкротства районные больницы, чтобы затем закрыть их в угоду внешним партнерам – в обмен на кредиты и гранты. Такого мнения придерживается депутат Блока коммунистов-социалистов Владимир Односталко. По его мнению, этим объясняется и то, что лечебницы всех уровней брошены на произвол судьбы в вопросе оплаты возросших счетов за отопление, и то, что госпитализации в райбольнице сокращаются. По словам Односталко, медучреждением всех уровней грозит масштабный кризис неплатежей за коммунальные услуги. Больница Басарабяск район. Все мы знаем многострадальная больница. Если в прошлом году в декабре заплатили 73 тысячи леев, то в этом году уже 163 тысячи леев. Я напомню, там бюджеты не резиновые. Я напомню, что эти деньги берутся из медикаментов, из оплаты продуктов питания, из оплаты фондов развития медучреждений. В 2021 году, сезон, возьмем полностью сезон, фонд оплаты был 980 тысяч леев за отопление, заплатили за газ полностью. То в этом году, только за первый месяц, январь, 600 тысяч леев. Две трети бюджета ушло. А еще топить сколько? А еще декабрь этого года. Оппозиционный законотворец напоминает. В декабре, когда принимался бюджет и было ясно, что стоимость отопления по новым тарифам возрастет, блок коммунистов-социалистов настаивал на увеличении ассигнований социально значимым учреждениям. Однако партия власти проголосовала по-своему. В декабре месяце, тогда, когда утверждался бюджет фондов медицинского страхования, мы неоднократно говорили о том, что будут проблемы, о том, что не учтены сверхрасходы, сверхрасходы, связанные с покрытием счетов за коммунальные услуги. Нас не слушали. Потом нам говорили, ребята, все хорошо, там все замечательно. Депутаты БКС не исключают, что таким образом больницы доводят до банкротства. Мы предполагаем, что неспособность и нежелание помочь больницам со стороны центральной власти является, возможно, спланированной акцией по ликвидации некоторых районных больниц. Их доводят до банкротства, их доводят до состояния, как любит выражаться наша праволиберальная власть, нерентабельности здравоохранения. И после этого их будут просто закрывать. По словам Владимира Односталка, Минздрав провалил и борьбу с коронавирусом, допустив увеличение новых случаев до 5-6 тысяч в день. Депутат напомнил, умирают десятки в день, а лечебницы, в которых есть ковид-отделение, не получают поддержки. По его словам, правительство заставляет больницы снизить количество койко-мест, сокращая финансирование на лечение обладателей медицинских полисов. Поступает информация, и уже, к сожалению, официальная, о том, что фонд касса медицинского страхования начала процесс сокращения кастротат лечащих случаев в контрактах в районных больницах для того, чтобы урезать им финансирование. Это недопустимо. Больницам придется в этом случае сокращать койки. В ответ на просьбу редакции «Первого» в Молдове прокомментировать заявление, пресс-секретарь правительства Анастасия Табурчану ответила, что все обвинения ложны, а Минздрав в скором времени предоставит больше информации. Запасы противовирусных препаратов для больниц ограничены, из-за чего зараженные ковидом регулярно сталкиваются с дефицитом лекарств. Об этом глава столичного управления здравоохранения Борис Гылка сообщил на заседании муниципального совета. Число заболевших падает, из-за чего закрыли несколько ковид-отделений. Однако остается большая нагрузка на реанимации и просматривается тенденция к увеличению смертности. Между тем, омикрон валит с ног беременных. В отделениях для будущих мам свободных мест нет. При этом чиновник утверждает, что периодически возникает дефицит противовирусных препаратов, и эту проблему должны решить центральные власти. Пресс-секретарь Минздрава Елена Мудры не ответила на звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Напомним, вчера выявили 2871 новый случай заражения ковидом по итогам более 13 тысяч тестов. 15 – завезённые, 165 – это медработники. Всего болеют свыше 42,5 тысяч человек. Почти 21 тысяча лечатся на дому. В больницах 3030 пациентов, из них 228 в крайне тяжёлом состоянии. 37 – подключены к аппаратам ИВЛ. Объявлены здоровыми почти 5 тысяч. Не смогли побороть вирус ещё 29. Отныне по решению Минздрава в Молдове бесплатно могут вакцинироваться иностранные граждане. Им разрешено использовать препарат «Модерна», который наша страна получила по линии платформы Ковакс. Чтобы сделать прививку, иностранцам следует явиться в любой пункт иммунизации с паспортом. Ну а после введения второй дозы, то есть через 28 дней, можно будет скачать сертификат на сайте вакчинари.gov.мд. Обсуждение закона, предусматривающего проверку на неподкупность кандидатов в члены высших советов магистратуры и прокуратуры, превратилось в обмен колкостями. Блок коммунистов и социалистов покинул зал заседаний, заявив, что власти сделали шаг к подчинению правосудия в угоду иностранным интересам. Оппозиционные депутаты предупредили общественность, что так называемый закон «Приветинг», принятый сегодня во втором чтении, готовили в спешке и в нём не учли рекомендации Венецианской комиссии. Блок комиссии «Приветинг» Вопреки утверждениям авторов закона о том, что они учли замечания Венецианской комиссии, оппозиция утверждает, что внесённые в спешке без консультации анализа поправки приведут к осуждению Молдовы в ЕСПЧ. Блок комиссии «Приветинг» Доброе утро! ...să fie reformulate exact cu o oră înainte de a începe această ședință. Un proiect care nu este pregătit deloc, un proiect la care sunt foarte multe întrebări, un proiect care, reișind informulările sau amendamentele propuse pentru lectura a doua, eu sunt convins că Repubblica Moldova va pierde la cedă mai multe acțiuni fix, cum s-a întâmplat și în statul vicino în Ucraina. Proiect predpălăgăt să zdanie a ținășităi comisiei și șesti clenov, iar opoziția ștăiat că proiecta nipădcutăției este politizată. Trei sunt naționali, experți naționali care sunt recomandați pentru această funcție de către fracțiunile parlamentare și trei experți internaționali care sunt propuși de către partenerii de dezvoltare, care sunt activi în domeniul reformei justiției. Și aici, din start, se vede o politizare a subiectului, deoarece trei membre îi propun să fie numiți cu respectarea proporționalității entre majoritatea parlamentară și opoziții. Din start, se vede o spune, că noi participăm în această funcției. Соțiалисты обратили внимание și na to, că каждому члену этой comissiei PDS предлагa eșimeseчно выплачивать по два окладa судей высшей судебной палаты с 16-letnim stajem. Întrebați pe ei, cât nominal va primi un membru în această comisie? 80-100.000 lei, 120. Așa este, nu știu dacă este exact în valoare monetară. Eu nu am calculat cât este un salariu al judecătorului CSJ cu experiență de 16 ani. Asta este corect, mai ales că Comisia de Evaluare, deci tând în cont de rolul acestei și importanța acestei comisii de evaluare, totodată și de faptul că este instituiu pentru un termine scurt. Este instituiu pentru perioada de, să spunem, cel mult trei luni. Deputatei блoka коммунистов-soțialistov потребовали отозвать проект, чтобы усовершенствовать его. Напомнили, они просили создать рабочую группу для поиска широкого консенсуса по реформе юстиции, но все осталось без ответа, и они покинули заседание. За законопроект во вторom чtении проголосовали депутаты правящего большинства. День памяти Александра Сергеевича Пушкина отмечают сегодня. Rovno 185 лет назад, 10 февраля 1837 года, великий поэт умер. Как он и напророчил, к нему не зарастает народная тропа. Утром к его бюсту возлагали цветы, в том числе депутаты блока коммунистов и социалистов. А в доме музея, в котором Пушкин жил во время Бессарабской ссылки, открыли выставку в честь памятного дня. В доме музея Пушкина в Кишиневе сегодня открыли выставку в честь памятной даты. Там можно увидеть настоящий почерк поэта, кстати, не самый разборчивый, копию его визитной карточки, картины Наумова о гибели Пушкина и дуэльный пистолет того времени. Всего в жизни поэта было 8 дуэлей и еще множество серьезных конфликтов, которые чуть было не довели до дуэли. Известно по воспоминаниям современников по документальным материалам о 38 дуэльных историях Александра Сергеевича Пушкина. Это вообще. А вот в Кишиневе дуэльных историй было 18. Дуэли 4. В музее провели сегодня минуту молчания в память о поэте. В 14.45 именно в это время умер Пушкин. Часы в его доме навсегда остановили на этих минутах. И сейчас эти часы так и стоят на этом времени. Кто придет в музей в Петербурге на мойку 12, тот увидит эти часы, как мы их видели. Они так и стоят на этом времени 2 часа 45 минут. В эти дни проходит традиционный пушкинский марафон. Люди читают стихи поэта, записывают на видео, и это публикуют на сайте музея. Принять участие в нем может любой желающий, вне зависимости от возраста, от места жительства, потому что возможности интернета позволяют. Все желающие могут прочитать не только стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, но и собственные посвящения поэту. У самого музея сегодня тоже памятная дата. День рождения музея. Вы знаете, что музей открылся 74 года назад, 10 февраля 1948 года. Поэтому в этот день мы традиционно проводим различные мероприятия, связанные с этой дорогой для нас датой. В энциклопедиях многих стран Александр Пушкин отмечен как великий или величайший русский поэт. В филологии Пушкина считают создателем современного русского литературного языка. Еще при жизни поэта стали называть гением. Александр Пушкин прожил всего 37 лет. Умер после ранения на печально известной дуэли с Дантесом, французским офицером-кавалергардом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова